Пять лет со дня воссоединения. Вся страна отмечает пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России. 2014 год стал знаковым для нашего государства. Возвращение Крымского полуострова по-настоящему историческое событие, которое мы отмечаем как большой праздник. Присоединение Крымской Республики открыло для нас новые экономические и туристические возможности. К числу городов стратегического назначения присоединился Севастополь, а в 2018 году состоялось открытие автомобильной дороги по Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем. День присоединения Крыма не просто праздник. Это символ единения и доказательство того, что вместе мы сильнее. В зале районной администрации состоялось еженедельное рабочее совещание. С докладом об итогах проведения ежегодного краевого месячника обороны массовой и военно-патриотической работы на территории Северского района выступила исполняющая обязанности начальника управления по молодежной политике Ольга Дробина. В этом году месячник прошел под девизом «Воинский долг, честь и судьба» и приурочен к 30-летию завершения выполнения боевой задачи советскими войсками в Афганистане и 25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в Теченской Республике. В рамках него состоялось 920 мероприятий – форумы, встречи, круглые столы, выставки, фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия патриотической направленности. О текущих результатах работы по упорядочению размещения элементов и конструкции рекламно-информационного характера на территории Северского района рассказала начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель. В Северском районе создана межведомственная группа по приведению объектов и прилегающих территорий к единому архитектурному облику. Всего проведено 10 выездных мероприятий, более 100 разъяснительных бесед с лицами, установившими рекламные объекты без специального разрешения. На 1 марта 2019 года демонтировано около 150 таких конструкций. Работа по выявлению несанкционированных рекламных объектов продолжается. Также в рамках встречи обсудили вопрос оплаты предприятиями ЖКХ за потребленные энергоресурсы и наведения санитарного порядка в поселениях района. С глаз долой. Станицы Северска демонтировали рекламные конструкции, не имеющие соответствующих документов. Комиссионная группа, в которую вошли сотрудники Управления архитектуры, имущественных отношений, Управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы, провела мониторинг Северского района на соответствие рекламных конструкций и законности их установки. В станице Северской по улице Ильска выявили пять конструкций, разрешенный срок размещения которых истек. Администрация еще в прошлом году выписала предписание собственнику о сносе баннеров. Однако владелец конструкции не выполнил предписание в установленный срок. Предписания были нарушены собственником, демонтаж силами собственника не произведен. Было принято решение о демонтаже данных конструкций, что и сейчас происходит на улице Ильской, станице Северской. Хотелось обратиться к собственникам подобных конструкций о приведении в надлежащее состояние согласно 38-го федерального закона. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, телерадио компания «Атаман». В станице Азовской прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате подтопления весеннего паводка. В учениях приняли участие районное подразделение спасателей и пожарно-спасательный гарнизон. Учения проходили одновременно во всех районах Краснодарского края. Северский район получил вводные данные, согласно которым в станице Азовской произошло подтопление. Все необходимые мероприятия с привлечением специализированной техники спасатели провели четко и слаженно. По результатам учений район бедствия локализирован, а предполагаемые пострадавшие вовремя эвакуированы. В актовом зале районной администрации чествовали работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно в третье воскресенье марта эти люди отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня невозможно представить жизнь без сферы услуг. Работники торговли и бытового обслуживания помогают развивать экономику, создают новые рабочие места. Я хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам прежде всего профессиональных успехов. Вы являетесь продолжателями тех славных традиций, прежде всего, конечно, ветеранов данной отрасли поздравить. Вы несете, продолжаете ихний путь, передаете традиции, мастерства новым молодым поколениям. Поэтому в этот день хотелось поздравить вас с праздником. Еще раз. Мира вам, вашим семьям и чистого неба над вашими головами. С праздником. Собравшиеся виновников торжества наградили благодарственными письмами главы района. А ведущие творческие коллективы муниципалитета подарили участникам мероприятия музыкальный подарок. Любовь и счастье нам на жизни, на пути. И много-много лет, ведь мне в душе цвести. Самый добрый, самый нежный призвод. И никогда не забывай, что главное – любовь. Труд этих людей трудно переоценить. Благодаря профессиональным навыкам и ответственному подходу к работе они делают нашу жизнь комфортнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова будет проведен день оказания бесплатной юридической помощи. С 11 до 12.00 пройдет рабочее совещание, посвященное вопросам оказания бесплатной юридической помощи с представителями администрации муниципального образования «Северский район», органов местного самоуправления, входящих в состав района подведомственных и муниципальных учреждений, а также общественных организаций. С 12 до 15.00 будет осуществляться прием граждан. Покрутить педаль, используя для производства, можно на этой маленькой шоколадной фабрике в Кот-де-Вуаре. Какао-бобы перемалывают с помощью вот такого необычного устройства в виде велосипеда. «Мы хотим беречь окружающую среду, затрачивая минимум электричества. Это еще и зарядка, так что процесс похож на игру». Способ приготовления шоколада тоже не совсем привычный. «Особенность шоколада нашей марки в том, что мы не обжариваем какао-бобы, а используем их сырыми. Так какао-бобы сохраняет вкус и питательную ценность. В шоколаде получается больше белка, антиоксидантов, и вкус, правда, совсем другой». Весь процесс изготовления вплоть до упаковки – полностью ручная и ножная работа. Одна плитка стоит 2 доллара 60 центов. Шоколад в основном экспортируют на европейский рынок, поскольку для местных жителей он слишком дорогой. Кот-де-Вуар занимает первое место в мире по производству какао. Ежегодно здесь собирают более 2 миллионов тонн какао-бобов. При этом шоколадных фабрик в стране немного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова